Виноградную косточку в теплую землю зарою и лозу поцелую, и спел я грозья сорву и друзей созову, на любовь свое сердце настрою, а иначе зачем на земле этой вечной живу? Дорогие друзья, 9 мая исполнится 100 лет Булату Акуджаве. Булат Шалович Акуджава поэт, фронтовик, солдат, учитель, сценарист и много-много еще имен. Но самое, наверное, известное то, что он поющий поэт. Голос Акуджавы сопровождает многих из нас, каждого из нас, не только шестидесятников, но и представителей других поколений на протяжении всей жизни. Для нас это голос любви, свободы, достоинства. Он помогает нам переживать трудные моменты, иногда делать тяжелый выбор, иногда поддерживает нас в глубокой печали и дарит тихую радость. Я желаю нам всем, чтобы эта чистая интонация оставалась всегда с нами. Спасибо, Влад Шалович. Я строил замок надежды, строил-строил, плину месил, холодные камни носил, помощи не просил. Мир так устроен, была бы надежда, пусть не хватает сил. А время шло, времена года сменялись. Лето жарило камни, мороз их сжег, прилетали белые сороки, смеялись. Мне тогда было наплевать на белых сорок. Лепил я птицу с красным пером, лесную, безымянную птицу, которую так люблю. Жизнь коротка, не успеешь, дурак, рискую. Женщина уходит, посмеиваясь, леплю. Коронованный всеми празднествами, всеми боями, строю-строю, задубела моя броня. Все лесные свирели, все дудочки, все баяны. Плачьте, плачьте, плачьте вместо меня. Земные страсти вовлеченной, я знаю, что из тьмы на свет Однажды выйдет ангел черный и крикнет, что спасенья нет. Но простодушный и несмелый, прекрасный, как благая весть, Идущий следом ангел белый прошепчет, что надежда есть. Не клонись-ка ты, головушка, от невзгод и от обид. Мама, белая голубушка, утро новое горит. Все оно смывает начисто, все разглаживает вновь. Отступает одиночество, возвращается любовь. И сладки, как в полдень пасеки, как из детства голоса. Твои руки, твои песенки, твои вечные глаза. Одно из моих главных воспоминаний Акуджавы связано с юностью, когда я ездил в Переделкино вместе с моей тогда еще не женой, а просто подругой. И мы были в музее Акуджавы, и мне там очень понравилось, что у него на рабочем столе стоял портрет Игоря Северянина, моего любимого поэта Серебряного века. И вот так Серебряный век связался с советским полуофициальным, полунеофициальным большим поэтом, которого тоже нужно помнить, и о котором нужно перечитывать, и, наверное, в том числе слушать его песни к фильму. Человек стремится в простоту, как небесный камень в пустоту. Медленно сгорает и за предпоследнюю версту нехотя взирает. Но во глубине его очей, будто бы во глубине ночей что-то назревает. Время изменяет его внешность, время усмиряет его нежность. Словно пламя спички на мосту гасят красоту. Человек стремится в простоту, через высоту. Главные его учителя — небо и земля. Я прочитаю текст песенки из фильма «Соломенная шляпа». Название не буду говорить, потому что оно первое слово этой песенки. Женюсь, женюсь, какие могут быть игрушки, И буду счастлив я вполне. Но вы, но вы, мои вчерашние подружки, Напрасно плачете по мне. Не плачьте, сердце рання, Смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, А прощание не для нас. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жаржетта, Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуду со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Женюсь, женюсь, и холостяцкие пирушки Затихнут, сгинут без следа. Но вы, но вы, мои вчерашние подружки, Со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце рання, Смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, Расставание не для нас. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, Жаржетта, Калетта, Палетта, Кларетта, Флоретта, Мариетта. У поэта соперников нету, Ни на улице, ни в судьбе. И когда он кричит всему свету, Это он не о вас, о себе. Руки тонкие к небу возносят, Жизнь и силы по капле губя. Догорает, прощения просит. Это он не за вас, за себя. Но когда достигает предела, И душа отлетает во тьму, Поле пройдено, сделано дело. Вам решать, для чего и кому. То ли мед, то ли горькая чаша, То ли адский огонь, то ли храм. Все, что было его, нынче ваше. Все для вас посвящается вам. Земля изрыта, кривь и вкось. Ее сквозь выстрелы и пенье я спрашиваю. Как терпение? Хватает? Не оборвалось? Выслушивает все наши бредни о том, Кто первый, кто последний. Она мне шепчет горячо. Я вас жалею, дурачье, Покуда топчетесь в крови, Пока друг другу глотки рвете. Я вся в тревоге и в заботе Изнемогаю от любви. Зерно спалите, морем трав, Взойду над мором и разрухой, Чтоб было чем наполнить брюхо, Покуда спорите, кто прав. Мы все трибуны, смельчаки, Все для совершения уродились, А для нее озорники, Что попросту от рук отбились. Мы для нее, как детвора, Что средь двора Друг друга валит И всяк свои игрушки хвалит. Какая глупая игра. Люблю я эту комнату, Где розовеет вереск В зеленом кувшине. Люблю я эту комнату, Где проживает ересь С богами наравне. Где в этом, только в этом Находит смысл, И ветром смахивают гарий хлам, Где остро пахнет веком, Четырнадцатым с двадцатым Напополам. Люблю я эту комнату, Без драм и без расчета, И так за годом год. Люблю я эту комнату. Что значит, в этом что-то есть? Наверное, есть, но что-то и в том тому черед, Где дни, как карты смешивая, Грядущий и начальный, Что жив и что угас, Я вижу, как насмешливо, А может быть печально, Глядит она на нас. Люблю я эту комнату, Где даже дальний берег Так близок, не забыть. Люблю я эту комнату, Где нужно мало денег, Чтобы счастливым быть. Александру Сергеевичу хорошо, Ему прекрасно. Гудит мельничное колесо, Боль угасла, Баба щурится из избы, В небе жаворонки, Только десять минут езды До ближней ярмарки. У него ремесло, Первый сорт, И перо остро, Он губастый, умен, Как черт, И все ему просто. Жил в Одессе, Бывал в Крыму, Ездил в карете, Деньги в долг давали ему До самой смерти. Очень вежливые тихи, Делами замученные, Жандармы его стихи На память заучивали. Даже царь приглашал его в дом, Желая при этом Потрепаться о том, О сем с таким поэтом. Он красивых женщин любил, Любовью нечинной, И даже убит он был Красивым мужчиной. Он умел бумагу марать Под треск свечки, Ему было за что умирать У черной речки. Когда метель кричит, Как зверь протяжно и сердито, Не запирайте вашу дверь, Пусть будет дверь открыта. И если ляжет дальний путь, Нелегкий путь, Представьте, Дверь не забудьте распахнуть, Открытой дверь оставьте. И уходя в ночной тиши, Без лишних слов решайте, Огонь сосны с огнем души В печи перемешайте. Пусть будет теплая стена И мягкая у скамейка, Дверям закрытым грош цена, Замку цена копейка. Человек Дышит воздухом, Дышит первой травой, Дышит камышом, Пока он колышется, Всякой песенкой, Пока она слышится, Теплой женской ладони над головой, Дышит, дышит, Никак не надышится, Дышит матерью, Она у него одна, Дышит родиной, Она у него единственная, Плачет, мучается, Смеется, посвистывает, И молчит у окна, И поет до темна, И влюбленно недолгий Сво век перелистывает. Нева Петровна, Возле вас все львы, Они вас охраняют молчаливо, Я с женщинами не бывал счастливым, Вы первая, Я чувствую, что вы. Послушайте, Не ускоряйте бег, Банальным словословием Вас не трону. Ведь я не экскурсант, Нева Петровна, Я просто одинокий человек. Мы снова рядом, Как я к вам привык, Я всматриваюсь в ваши глаз Глубины, Я знаю, Вас велики любили. Да вы не выбирали, Кто велик. Бывало, Вы идете на проспект, Не слушаясь титул И звания, А мраморные львы Рызцой за вами, И ваши глаза Запоминают свет. Я бывало, К тем глазам нагнусь, И отражусь В их океане синим, Таким счастливым, Молодым и сильным. Так отчего, Скажите, Ваша грусть? Пусть говорят, Что прошлое не в счет, Но волны набегают, Берег точат. И ваше платье Цвета белой ночи Мне третий век Забыться не дает. Редактор субтитров А.Семкин